ООН и ЕС выражают обеспокоенность в связи с ужесточением миграционной политики США. Дональда Трампа призвали отменить ограничения как можно скорее. В перуанской столице Леме введено чрезвычайное положение из-за наводнений, обрушившихся на страну, жертв не менее 14. В Румынии полиция арестовала десятки протестующих в коде беспорядков, вспыхнувших после антиправительственного протеста, крупнейшего за несколько последних десятилетий. Румыны недовольны решением правительства амнистировать осужденных за коррупцию. Аргентинцы установили мировой рекорд, который попал в книгу Гиннесса. Он состоит в том, что около 2000 человек одновременно плавали в соленом озере, держась за руки. Защитники диких животных поставляют в африканские страны искусственные шкуры. Таким образом, они надеются защитить леопардов от браконьерства. Шкуры этих хищников местные племена используют во время ритуальных танцев. Указ Дональда Трампа о запрете на въезд для граждан семи мусульманских стран и о заморозке программы приёма беженцев должен быть отменён как можно скорее. Об этом в среду сказал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. «Это не лучший способ защищать США или любую другую страну в связи с серьёзными опасениями по поводу возможных террористических атак. Не думаю, что это эффективно. Эти ограничения нужно отменить как можно скорее». Гутерреш отметил, что при защите границ нельзя ущемлять чьи-либо права. «Когда мы прибегаем к мерам, вызывающим беспокойство и злость, мы помогаем работе по вербовке, которую эти организации ведут по всему миру. Вот почему мы постоянно продвигали меры по усиленной защите границ, но без дискриминации на национальной, религиозной или этнической почве». В пятницу на прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ о 90-дневном запрете на въезд в США для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Он также на 120 дней приостановил программу приёма беженцев. В аэропортах всего мира это вызвало большое замешательство, поскольку работники пограничных служб и авиакомпаний пытались понять, как новые правила применяются в разных ситуациях. В связи с указом в США было подано несколько судебных исков. Его также постоянно критикуют демократы, правозащитные организации и некоторые западные союзники Вашингтона. Между тем, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерико Маггерини в среду сказала, что Европа не поддерживает введение в США ограничений на въезд. Она также добавила, что Брюссель продолжит работу по приёму беженцев с мусульманскими странами. «Европейский союз не отвернётся от тех, кто имеет право на международную защиту. Это наша позиция, и мы продолжим её придерживаться». Маггерини, выступая в Европейском парламенте, отметила, что Европа не будет дискриминировать людей в зависимости от места их рождения, вероисповедания или этнической принадлежности. Стоит отметить, что в настоящее время ЕС работает над тем, чтобы сократить поток мигрантов и беженцев на свою территорию. Кроме того, такие страны, как Болгария и Венгрия, продолжают возводить на своих границах новые заграждения. Волна убийств наркодилеров и наркозависимых на Филиппинах, похоже, является систематичной, спланированной и организованной кампанией властей. При этом полицейские получают за это вознаграждение. Таковы выводы нового отчёта правозащитной организации Amnesty International. Расследование основано на 59 подобных убийствах, которые были совершены в 20 филиппинских городах. Президент Родриго Дутерто объявил войну наркобизнесу сразу после прихода к власти несколько месяцев назад. При этом в понедельник Дутерто сообщил, что приостанавливает кампанию, чтобы очистить полицию от коррупции. Правозащитники говорят, что полиция проводит внесудебные казни и что за каждое убийство офицеры получают денежное вознаграждение. Старший офицер полиции сказал нам, что за убийство наркоманов дают вознаграждение от 8 до 15 тысяч песо. Он добавил, что если никто не умирает в ходе рейда, то вознаграждение не дают. По данным отчёта, полиция также платит деньги наёмникам. «Некоторые наёмники говорили нам, что раньше им поступали заказы один или два раза в месяц. Теперь же два-четыре заказа в неделю. Они также говорят, что руководят всем полицейские при исполнении». Власти Филиппин отрицают обвинения в убийствах и сотрудничестве полицейских с наёмниками. При этом ранее президент Родриго Дутерто заявлял, что лично застрелил трёх наркоторговцев, когда ещё занимал пост мэра города Довао. Согласно правительственным данным, после начала войны против наркобизнеса полицейские застрелили 7669 человек. Как сообщается, 2500 убийств были совершены в ходе полицейских операций в рамках самообороны. В отношении остальных пока ведутся расследования. Перуанская столица Лима. Местные жители в растерянности. На регион обрушилось наводнение. Сообщается о не менее 14 погибших. 30 тысяч человек пострадали. Из-за бедствия власти ввели в Лиме чрезвычайное положение. «Муж вышел на улицу как раз перед тем, как началось наводнение, и его смыло. Он в очень плохом состоянии, рука повреждена, весь в порезах. Наводнение было очень сильным. Как видите, у меня тут все вещи сломаны. Вон мой шкаф, сплю на улице. Пока мне никто не помог, нет даже палатки». В Лиме большая вода разрушила мост и заблокировала центральное шоссе, которое соединяет столицу с центром страны. Наводнение началось из-за сильных дождей. Вышла из берегов местная река. Сильно пострадал район Сан-Хуан-де-Луриганчо. Здесь 18 человек получили телесные повреждения. Люди говорят, вода поднялась неожиданно. «Не прошло и пяти минут, как люди начали кричать «Наводнение! Наводнение!». Жена выбежала с криком «Артуру, бежим! Наводнение!». Я бросился к двери, и река уже была на её уровне». «Всё потеряно. Бытовая техника, мебель, вещи, абсолютно всё. Воды было по грудь. Наводнение было настолько сильным, что мы вообще не сможем ничего восстановить». На помощь местным жителям направили пожарных и тяжёлую технику для разбора завалов. Тем временем местные СМИ сообщают, что ранее жители просили власти отвезти русло реки от жилых кварталов, соединив его с другой рекой. Однако ответа не последовало. Как ожидается, дожди в Перу продолжатся. Есть опасность новых наводнений и оползней. Десятки человек задержала румынская полиция в Бухаресте вечером в среду во время уличных беспорядков. Они вспыхнули после многотысячного антиправительственного протеста, проходившего в течение дня в центре столицы. Он стал крупнейшим с 1989 года, когда рухнул социалистический строй. После того, как митингующие мирно разошлись, на площади появилось около 300 футбольных фанатов. Они начали бросать в полицейских камни и петарды. В ответ сотрудники спецслужб применили слезоточивый газ. В ходе столкновения лёгкие телесные повреждения получили четыре человека – двое полицейских и двое протестующих. Масштабный протест начался в Бухаресте после того, как вечером во вторник правительство одобрило законопроект об омнистии нескольких категорий заключённых и внесении изменений в Уголовный кодекс. Учитывая новые правила, на свободу могут выйти влиятельные политики, осуждённые за коррупцию. Также уголовной ответственности смогут избежать чиновники, коррупционная деятельность которых причинила ущерб, не превышающий 47,5 тысяч долларов. В тот же вечер к зданию правительства пришли более 10 тысяч протестующих. В среду их было уже от 130 до 150 тысяч. Люди требовали отставки Кабинета министров и обвиняли политиков в нарушении законов. «Это решение абсолютно недопустимое. Именно поэтому я здесь. Я пришёл не ради себя, я уже стар. Я здесь ради молодых людей». «Я пришла, чтобы сделать эту страну лучше и исправить то, что другие люди испортили». Антиправительственные протесты поддерживает президент страны Клаус Яханес. «Проблема в том, что никто не имеет права делать то, что сделало правительство со страной, с нормами права, которые действовали в Румынии и которые ей необходимы». На одобренные правительством законопроекты Высший совет магистратуры подал жалобу в Конституционный суд Румынии. Антиправительственные протесты прокатились ещё по 55 румынским городам. По данным полиции, в них участвовало от 100 до 150 тысяч человек. В декабре прошлого года в результате парламентских выборов к власти в Румынии пришла социал-демократическая партия. Она сменила правительство технократов, при котором развернулась антикоррупционная кампания. Обвинения в коррупции были предъявлены тысячи государственных чиновников. Личная встреча Дональда Трампа и президента Мексики Энрике Пенья-Ньета на прошлой неделе так и не состоялась. Но копии президентов из воска оказались рядом друг с другом в музее восковых фигур в Мехико. Отношения между двумя странами ухудшились ещё больше после заявления Трампа в Твиттере. Он написал, что Пенья-Ньета не следует посещать Белый дом до 31 января, если Мексика не планирует оплачивать строительство стены на границе США. Пенья-Ньета отменил визит. Позже он сказал, что поговорил с американским президентом по телефону и договорился в ближайшее время не поднимать чувствительный вопрос строительства заграждения. Сотрудники Мексиканского музея говорят, что уже подготовились к протестам в связи с появлением здесь восковой фигуры 45-го президента США. «Мы видели записи из ситуации, которые возникали в других музеях, такие как протесты. Здесь тоже может такое произойти, правда? Люди выражали протест, но фигуры никто не повреждал». Впрочем, пока на выставке всё спокойно. «Мне кажется, что они должны в будущем установить новые отношения. Они должны встретиться, заключить новые договоры, поскольку в конце концов мы цивилизованные страны. Мы должны достичь мира в результате переговоров». Некоторые посетители говорят, что появление в музее Трампа очень символично. «Мы, мексиканцы, лишь улыбаемся, что здесь появился Трамп, который говорил очень много плохого о Мексике. Они оба очень символичные персонажи. Они выполнили большую часть того, о чём говорили. Сначала пень Леньета в Мексике, а теперь Трамп в отношении миграционной политики и стены, за которую мы якобы должны заплатить». В настоящее время в США с официальным визитом находится делегация из Мексики во главе с министром иностранных дел Луисом Ведогораем. Глава мексиканского МИДа отметил, что диалог с администрацией Дональда Трампа продолжается. Китайско-мексиканский альянс в среду обнародовал планы инвестировать более 200 миллионов долларов в завод по производству машин в Мексике. Это рассматривают как шаг к восстановлению доверия инвесторов после того, как заявления Дональда Трампа парализовали инвестиционные планы со стороны американских компаний. Завод появится в центральном штате Идальго. Более 212 миллионов долларов на его строительство, мексиканская компания Giant Motors, китайская государственная Анихуэнзянхуэй Атомобайл, а также дистрибьютор Чори. «Сегодня я с радостью объявляю, что благодаря стратегическому международному альянсу Giant Motors и Jack Motors объём инвестиций на первом этапе составит 212 миллионов 460 тысяч долларов. В городе Сьюдат-Саагун, штата Идальго, будут собирать азиатские автомобили. Это создаст тысячу непосредственных рабочих мест и 4500 сопутствующих». Как ожидается, после завершения строительства завод за четыре года произведёт до 10 тысяч автомобилей. Это будут внедорожники S2 и S3. Индустрия производства автомобилей в Мексике переживает не лучшие времена после избрания в США Дональда Трампа. Он пригрозил американским автопроизводителям повышенными пошлинами, если те не перенесут производство своей продукции из Мексики на территорию Соединённых Штатов. По словам министра экономики Мексики, страна теперь вынуждена пересматривать свои принципы свободной торговли. «Как страна мы анализируем те трудности, которые встали перед нами. И это заставляет нас посмотреть в зеркало и определиться с образом Мексики, который мы собираемся продвигать на основе наших принципов, а также ожидаемых результатов». Министр поприветствовал инвестиции со стороны КНР. Он также добавил, что Мексике стоит диверсифицировать свои экспортные рынки и не ориентироваться только на США. Жителям Японии дали возможность косвенно поучаствовать в проведении Олимпиады 2020 в Токио. Они смогут пожертвовать старые мобильные телефоны и некрупную бытовую технику. Из них извлекут драгоценные металлы, а затем изготовят медали для олимпийских и паралимпийских игр. «Мы можем сократить использование невозобновляемых ресурсов планеты. Думаю, это замечательный план. Людям будет приятно мысль, что эти медали сделаны благодаря вкладу каждого из нас». Оргкомитет Олимпиады в Токио надеется собрать 8 тонн металла. Компании, специализирующиеся на утилизации и переработке, с помощью химического процесса отделят золото, серебро и другие необходимые металлы. В общей сложности нужно получить 2 тонны. Этого будет достаточно для изготовления 5000 олимпийских и паралимпийских медалей. Пункты по сбору орг и бытовой техники откроются в апреле. Их создадут по всей стране в магазинных офисах, принадлежащих одной из японских телекоммуникационных компаний. Благодаря этому проекту все медали для игр в Токио будут изготовлены экологичным способом. Это также позволит сократить расходы на подготовку к масштабному спортивному событию. Право на проведение летней Олимпиады 2020 столица Японии получила в 2013-м. Открытие игр запланировано на 24 июля 2020-го. Церемония закрытия пройдет 9 августа. Новый мировой рекорд для книги Гиннеса установили в Аргентине. Около двух тысяч человек одновременно плавали в течение 30 секунд в соленом озере Эпикуэн. Они сформировали живые цепочки и держались за руки, чтобы помочь друг другу оставаться на поверхности. Представители книги рекордов Гиннеса подтвердили, что в акции участвовал 1941 человек. Предыдущее достижение сделали в 2014 году в Тайване. Тогда одновременно 634 тайваньца плавали в озере Солнца и Луны, сформировав линию. При этом они использовали плавсредства. Однако энтузиасты в Аргентине смогли обойтись и без них. Содержание соли в водах Эпикуэна примерно такое же, как в Мёртвом море. Мировой рекорд здесь установили в рамках фестиваля термального туризма. Эпикуэн ежегодно посещает множество туристов. Раньше рядом с озером находился город Вилья-Эпикуэн. В 1985 году его начало затоплять из-за прорыва плотины. В 1993 городок уже находился на глубине 10 метров. Теперь уровень воды постепенно снижается, обнажая руины зданий. Озеро Эпикуэн снова стало туристической достопримечательностью. А затонувший городок прозвали Аргентинской Атлантидой. Китаец Ли Цинфа при помощи деревянного черпака и палки отрабатывает движение. Он репетирует перед шоу, в котором развлекать зрителей. Он и ещё около 20 выступающих будут при помощи расплавленного металла. В северо-восточных регионах страны по традиции производят сталь. Здесь такие шоу особенно популярны. По некоторым свидетельствам, они зародились ещё 500 лет назад. Искусство передаётся из поколения в поколение. Некоторые мастера проводят выступления несколько раз в неделю. В период празднования китайского Нового года интерес к подобным развлечениям возрастает. Сейчас период праздников. В этом году Новый год петука наступил 28 января. Гуляния будут продолжаться две недели. «Готовить и демонстрировать фейерверки из расплавленного металла очень опасно. И опытные молодые мастера помнят об этом. Выступающий очень легко может получить ожог. Необходима хорошая защита». Сначала металл разделяют на несколько кусков. За 30 минут до шоу включается плавильная печь, куда помещают железо. Выступающие постоянно проверяют температуру раскалённой массы. Она должна составлять от 1600 до 1700 градусов по Цельсию. Если начать процесс плавления раньше, то железо к началу выступления станет слишком холодным. Если опоздать, металл не успеет расплавиться. В раздевалке 15 мужчин надевают защитную униформу. Ли говорит, что каждая часть тела, включая руки и ноги, должна быть защищена от дождя из раскалённых капель. «Мы надеваем одежду из чистого хлопка и обувь из коровьей кожи. Надеваем защитный жилет из козлиной шкуры. На голову тоже надеваем шлем из коровьей кожи». Шоу продолжается около часа. Многие зрители приезжают издалека. «В каждом месте китайский Новый год встречают по-разному. Древние традиции не везде одинаковые. Они зависят от погоды и обычаев. Фейерверки из расплавленного металла устраивают на севере Китая. Мы никогда их не видели, поэтому в этот раз приехали». Ли говорит, что команда выступающих тренируется каждый день. Кроме того, много сил уходит на очистку всего необходимого для шоу оборудования. Впрочем, он добавляет – выступления на сцене делают его невероятно счастливым. С давних времён зулусы делают свои ритуальные одежды из леопардовых шкур. Это животное имеет для них особое значение. «Леопард – одно из самых могущественных животных. С точки зрения силы, ума, поведения, он лидер в царстве зверей». Между тем, по оценкам природоохранных организаций, в Южной Африке осталось менее 5000 леопардов. Они часто становятся жертвами барканьеров из-за своих шкур. Предположительно, ежегодно в регионе убивают от полутора до двух с половиной тысяч хищников. Эту ситуацию стараются изменить защитники диких животных. Они поставляют в ЮАР, Зимбабве и Мозамбик искусственные шкуры, чтобы снизить спрос на натуральные. Такие изделия служат дольше и выглядят лучше, поскольку почти не страдают от воздействия окружающей среды. Натуральную же шкуру надо менять каждые 10 лет. Продают их на местных рынках примерно по 370 долларов США. Искусственную же шкуру можно купить дёшево или даже получить бесплатно. «Я выбрал эту шкуру, потому что натуральная стоит слишком дорого. Мы запустили процесс. Люди, которые не могут позволить себе меха, получат искусственные шкуры. Они не будут покупать натуральную. Это приведёт к сокращению поставок леопардовых шкур. Торговцы не смогут продавать их в прежнем количестве». Защитники леопардов запустили программу «First for Life» в 2013 году. С тех пор они раздали бесплатно более 14 тысяч искусственных шкур. Благодаря усилиям активистов спрос на натуральные шкуры снизился на 50%. Сотрудники программы намерены и дальше поставлять в Африку изделия из искусственного меха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова